Вечер добрый! В эфире программа «Вовремя итоги» на календаре 9 июня, а значит, можно смело поздравлять всех с Международным Днём Друзей. Кем и когда он был учреждён, история умалчивает, впрочем, менее популярным от этого праздник не становится. Так что сегодня будем говорить о дружбе и друзьях, понятиях важных для каждого из нас. Хочу представить гостей в студии. Это заведующая кафедрой психологии Приднестровского госуниверситета имени Шевченко Виктория Кучерявенко и самый общительный человек из всех, кого я знаю, Максим Апостолов. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Первый вопрос, который я хочу задать – много ли у вас друзей? Вопрос простой, но в то же время сложный, мне кажется. Действительно сложный, потому что в каждое, наверное, настоящее время, с учётом развития современных информационных средств, вкладывает своё понимание в понятие «друзья», потому что мы знаем, что есть настоящий друг, тот, который существует в реальности, а есть и виртуальные друзья, которые есть в социальных сетях. Поэтому у меня друзей немного, если мы говорим о настоящем друге, о том, который действительно является ценностью в жизни. Их немного. Максим? Я абсолютно согласен, я поддержу эту идею, эту мысль, что для начала нужно всё-таки разделить, как бы, не понимание, а смысловую нагрузку, о которой мы говорили. Что мы вкладываем в это слово «друзья». Если мы говорим о социальных сетях, о интернете, о котором мы уже говорили, там, конечно, да, людей, с которыми я общаюсь, которых у меня добавлены друзья, таких людей очень много. Но опять-таки есть позиция, что если с человеком ты в жизни не общался, это, как бы, правило. Я человека не могу добавить, это только личное общение. В настоящей жизни, да, таких людей немного, это можно перечислять буквально по пальцам. Ну, когда говорил много, я поясню нашим телезрителям, много – это больше тысячи. Ты со всеми ними общался? Да, ни одного человека, это, в принципе, правило по жизни. Если я человека хоть там некоторое время лично не мог пообщаться, то смысл, как бы, я… Это моё правило, для меня это такая норма. Если только личное общение было, только тогда. Виктория, общаетесь ли вы в соцсетях? И по какому принципу вы добавляете друзей, вот, в свой список? Я не отношусь серьёзно к дружбе в социальных сетях и добавляю туда всех, кто просит добавиться в друзья, в Фейсбуке, в частности, у меня есть страница. Поэтому я не отношусь серьёзно именно к дружбе в социальных сетях, потому что она не отражает того реального смысла, который наукой, в частности, социальной психологией, вкладывается в понятие дружба. На самом деле, если мы говорим о научном термине дружбы, то он рассматривается как… То есть дружба рассматривается как тип межличностных отношений, прежде всего. А межличностные отношения – это всегда реальные отношения. И имеется в виду, прежде всего, бескорыстное, взаимное общение людей друг с другом на основе доверия, любви, взаимной симпатии, открытости и интимности. И среди трёх основных моментов, которые необходимо выделить в дружбе, это прежде всего выделяется взаимность, то есть отношения между людьми обязательно должны быть взаимными, открытость и терпимость в отношении друг друга. Те, кто в социальных сетях представляются как друзья, наверное, это просто понятие, которое было удобно применить в данном контексте, но на самом деле друзьями они никак не могут являться. Потому что друг – это всегда реальный друг, тот, с которым мы взаимодействуем в реальной повседневной жизни. Ну, может быть, не каждый день, но периодически друзья обязательно должны встречаться и взаимодействовать. И друг – это тот человек, который имеет определённую ценность для тебя, да? И поэтому, если мы говорим о реальной дружбе, то она, прежде всего, большая ценность в жизни, представляет собой такую, скажем так, ценностную основу. И имею в виду, что есть и другие ценностные ориентации, и дружба в том числе входит в понятие ценностных ориентаций личности. Конечно. В реальной жизни мы так просто не убираем друзей из своей жизни. Да, совершенно верно. Я согласен. Единственное, что просто как бы отчасти как человек, который уделил соцсетям очень большое количество времени, который от соцсетей получил очень много и знаний, и умений, и помогали они в различной работе. И в работе, скажу, что не могу откидывать соцсети вообще, потому что есть, допустим, друзья, которые по разным причинам находятся далеко. То есть где-то учатся, где-то уехали уже в другие города жить, и это инструмент, который позволяет продолжить общение. Это даже в этой сфере получается немножко другой уровень общения, это даже заметно, что с теми людьми, которые для тебя когда-то здесь, ты с ними встречался, ты с ними мог общаться, и сейчас общаешься только посредством социальных сетей, реже телефонов, то это тоже такой неплохой инструмент, неплохое подспорье. Но соцсети это разные, опять-таки не будем привязываться только ВКонтакте или Фейсбук, как бы те же мессенджеры, в принципе, тоже сейчас уже можно приравнять к соцсети. Как бы это такая абстрактная, какой-то отдельный вид, но тоже соцсеть. И единственное, что как бы пока может быть для меня, может быть еще какие-то розовые очки с детства, не могу сказать, что должна быть какая-то выгода в чистом виде. Это какая-то выгода может быть очень разная, то есть выгода или польза от общения, даже может быть от каких-то, не знаю, хорошего настроения, которое ты получаешь у человека, и человек это получает от тебя. Но то, что оно должно быть взаимным, то, что вам обоим должно быть комфортно и приятно с друг другом общаться, Это, конечно, да, я согласен. Если вы говорите о выгоде, это уже не дружба. Да, я же говорил, что выгода здесь такое, оно очень... Дружба – это исключительно бескорыстно. Бескорыстно, и в ее основе лежит прежде всего эмоциональная привязанность другому человеку. То есть если мы говорим о том, что я эмоционально привязан кому-то, симпатизирую кому-то, то это может стать основой для развития дружеских отношений. Выгода – это уже другое, это манипулирование, скорее всего. То есть часто люди используют понятие дружбы как «ты мне, я тебе сегодня», а завтра наоборот – «я тебе, а ты мне». На самом деле это есть нечто иное, как использование друг друга, и дружба заканчивается тогда, когда что-то не получается кому-то, да, что-то становится неудобным, совершенно верно. И дружба с этим заканчивается. Настоящая дружба с этим не заканчивается. Друг всегда – это тот, кто может как и помочь, а может в определенных условиях и не смог помочь, но его поняли, что он не смог помочь. Поэтому, когда мы говорим о дружбе, то прежде всего имеем в виду эмоциональное партнерство и потребность в поддержке, эмоциональной поддержке от друга, но никак не выгоды, никак не связаны с корыстью. Все-таки человек, который работает с этим, это работа. У вас намного проще получается мысли изложить мою… Ну, не мою, точнее, как я с вами согласен, но мне это сложнее высказывать. Так и будем переводить сегодня. Почему же? Просто я владею определенными терминами, понятиями, поэтому мне гораздо проще выразить все то, что мой собеседник наверняка хочет сказать. Да, абсолютно. Многие считают, что друг должен быть один и на всю жизнь. Вот вы как считаете? Многие дружат три человека, четверо. Как вот? Все-таки один или чем больше, тем лучше? Не имея 100 рублей, имея 100 друзей. Хорошо, если есть хоть один. Бывает так, что человек всю жизнь прожил и не ощутил реального счастья иметь настоящего друга. Или получил, например, разочарование от своего друга, которого он считал настоящим другом. Поэтому тут нельзя сказать о том, что хорошо один или три или два или много. Однозначно то, что для дружбы, скажем, женской или мужской, количество четыре в компании – это всегда оптимально. Потому что если три человека дружат, два могут быть против одного. То есть в социальной психологии цифра четыре используется как оптимальное количество людей, которые могут быть, скажем так, в составе дружеской компании. И мы это видим на примере многих фильмов. Начиная от «Д'Артаньяна и трех мушкетеров», где их было четверо. И когда их было трое, они были не настолько дружны. Когда потом появился «Д'Артаньян», это действительно настоящая дружеская компания. И заканчивая другими современными уже фильмами, где мы видим воочию четыре подруги, например. Тот же фильм, американский сериал «Секс в большом городе», там тоже как раз показана дружба четырёх женщин, их дружба прошла через годы. И во многих других фильмах и произведениях именно число четыре присутствует. Потому что если происходят какие-то конфликты, то всегда есть противостояние друг к другу, равное. Да, совершенно верно. И компания не распадётся. Дружба будет продолжаться. Интересный момент такой, я не знала об этом. Я тоже не задумывался. Четыре – оптимальное число для дружеской компании. Есть ещё моменты, о которых стоит знать. Которых нам было бы интересно услышать. Ну, какие ещё моменты? Может быть, мы поговорим о мужской и женской дружбе или смешанной дружбе. Потому что существует ряд стереотипов в отношении дружбы. Например, считается, что мужская дружба сильнее, крепче. А женской вовсе не бывает. Женской вовсе не бывает. В этих стереотипах есть своя доля правды. Потому что мы знаем, что стереотип всегда появляется в условиях отсутствия фактов, информации. И что-то дорисовывается. Потом формируются некие устойчивые представления о каком-либо явлении. И вот в отношении дружбы существует в том числе определённое представление, особенно в отношении мужской дружбы. Действительно, мужская дружба крепче, чем женская. Почему? Я сейчас объясню. Потому что мальчики, когда они растут, они растут совершенно в других условиях. И им с раннего детства доводится до них мысль о том, что мужчина должен быть честным, порядочным. И вот эти качества, вы знаете, что они культивируются именно в дружбе, в дружеских отношениях. И мальчику действительно необходим друг, и мужчина действительно счастлив, если у него есть настоящий друг. Что нельзя сказать о девочке? Девочки тоже могут дружить, но женская дружба продолжается до тех пор, пока не ущемлены интересы женщины. Какой-то стороны. Какой-то стороны. И обязательно дружба распадётся, если женщины будут спорить по поводу двух мужчин. Женская дружба этой конкуренции не выдержит. Потому что любая женщина считает, что лучшее должно принадлежать ей. И поэтому, если в мужском случае, в случае мужской дружбы, в том случае, когда, скажем, мужчины могут спорить по поводу женщины и уступить другу, их дружба может поэтому не пострадать. Женская всегда пострадает. И женщине, в принципе, не нужен особо друг, если она в лице своего мужа нашла того, кто будет... Идеал. Не идеал, а кто будет ей эмоциональной опорой, поддержкой. Это если мужчина может, скажем так, стать той жилеткой, куда может выплакаться женщина, то её подруга не нужна будет. В принципе, мужчины это и используют. Выслушивают истерики, выслушивают плач, все проблемы женские. И тогда женщина не ищет подруг, потому что многие мужчины очень недовольны, если у жены есть подруги. И всячески стараются избавиться от них. И таким образом терпят женские приходи, тем не менее. Ну и существуют, конечно, факты женской дружбы. Тем не менее, во всяком правиле есть исключения свои. По поводу мужской и женской дружбы, о различиях в них необходимо сказать, что мужчина более социальное существо, более направлен на общение, на контакт, на какие-то соревновательные моменты, взаимодействие с другими. Поэтому ему друг очень нужен. Женщина более индивидуалистична. Женщина сама по себе. Она охраняет свою территорию. У неё есть свой ареал, куда входят дети, семья, дом. И поэтому ей для личных контактов не всегда нужна крепкая, верная подруга. Поэтому в этом плане это биологически. От природы, по мере эволюции, сформировалась таким образом позиция в отношении дружбы. А вот дружба между мужчиной и женщиной, она существует? В этом отношении есть тоже ряд своих стереотипов. Как правило, здесь можно говорить о том, что всё-таки она существует, она есть до того момента, пока не включаются биологические механизмы. Да, какой-то грани. Конечно. Нашей первой характеристикой человека является половая характеристика. Мы две большие группы – мужчины и женщины. И женщина с мужчиной может дружить, выполняя какие-то функциональные обязанности, скажем, по работе. Но как только мы знаем, что дружба – это личные контакты, как только переходят мужчина и женщина на личные контакты, то какое-то время они могут дружить. Но потом так или иначе возникает ситуация либо симпатии, либо антипатии. И тогда… Да, вопрос только времени. Времени, совершенно верно. Иногда могут, на самом деле, проходить десятилетия до этого. Десятилетия не знаю, а про 5-7 лет знаю из своего личного… Ну, не своего личного опыта, но из… Но закончилась дружба. Из круг общения. Закончилась дружба уже свадьбой, поэтому как бы… Ну да, перешла в другое поле отношений. Да, да, да. Поэтому всё зависит от того, сколько времени… Но никто в браке не отменял дружбу, правда? Конечно. Никто. Ну, я точно думаю, что нет. Она помогает вам много. Мы уже говорили об этом, что если девушка… Ну, вы говорили, я думаю, что так оно и есть, что женщины и девушки ищут… Не только… Ну, мужчину не только по… Опору, да. Да. Эмоциональную поддержку, да? Кроме эмоциональной поддержки, конечно. Если так в семье организовывается взаимодействие супругов, то семья может быть очень крепкой. Я думаю, что это даже и правильнее, что оно так в жизни должно быть, чтобы не только это… Там, не знаю, мужчина зарабатывает, а женщина на кухне, что я в принципе считаю не очень. Может, сам люблю готовить, ну и по разным вообще причинам. Но это должно быть в разных сферах, и всё-таки эта семья – нечто такое большее и очень обширное, абстрактное. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что дружат с женщинами мужчины более феминистичные, более мягкие, более такие, как правильно сказать, не андрогины, не мужеподобные такие, да, полностью, абсолютно, полностью брутальные мужчины. Он с женщинами дружить не будет. Это даже будет унижать его достоинства в определённой степени. Потому что существуют разные типы андрогинности, феминности, и мужчина тоже может обладать определённой степенью феминности. В его характере эти качества могут проявляться в виде мягкости, в виде эмоциональности. И поэтому таким мужчинам легче, проще дружить с женщинами, нежели брутальным мужчинам. Им не нужна дружба с женщинами. С женщинами они получают совершенно другое. Поэтому в этом плане мужчина действительно может дружить. Случай к случаю. Случай к случаю. Разные ситуации бывают, да. А вот возвращаясь всё-таки к социальным сетям, вот дружбе именно на простроке интернета. Действительно ли там нереально найти настоящих друзей? Или всё-таки возможно это поддерживать как-то? Я, кстати, знаю даже на примере, опять-таки, уже из своего личного опыта, людей, которым социальные сети помогли не то, что раскрыться, а преодолеть порог стеснения. Когда они вот в жизни подойти к кому-то человеку, то что? Это тихий, спокойный человек, которым ни звука может не произойти за полтора часа там общее какое-то мероприятие. А в социальной сети где-то написали, где-то слово за слово, и человек немного потихонечку раскрывается. И да, на данный момент я вижу на примере реальных людей, когда социальные сети помогли найти компанию и друзей, с которыми они и сейчас общаются. Это такое, социальные сети, это очень серьёзный инструмент. Где-то он такой, к нему надо очень аккуратно относиться, где-то не очень серьёзно относиться. Но есть места и какие-то сферы, в которых, не знаю, где нужно этому придавать очень серьёзное значение социальным сетям. Ну, серьёзное значение может быть, но мы не можем игнорировать это явление из жизни. Да, да, конечно. Оно есть, оно существует. Это факт. И в психологии только ещё предстоит изучить все эти явления. В настоящее время проводятся исследования в области виртуального общения, в области накопления знаний, пока на уровне накопления знаний. И мы ещё увидим много различных теорий по поводу дружбы в интернете. Наверняка это будет называться не друзья, а что-то другое. Да, есть понятие приятельства. Вот зачастую многие люди путают понятие дружбы и приятельства. Дружба всегда глубинна. Она отличается от приятельства тем, что там есть интимность, там есть в то же время открытость. Я открыт, и я с тобой обсуждаю такие вещи, с которыми я больше ни с кем поделиться не могу. Вот что такое друг. В приятельстве глубины нет. Там более поверхностное отношение друг к другу. На уровне контактов, может быть, на уровне общих каких-то дел, может быть, даже тех же выгоды какой-то определённой. Вот это приятельство. Поэтому очень важно понимать в своей жизни, что есть друг, а что есть не друг. Потому что друг – это всегда тот человек, который познаётся не только, скажем, в горе, а, как правило, познаётся и в радости. Потому что в горе любой человек может посочувствовать. Это наше естественное желание, да? Человеческое желание посочувствовать, выразить сочувствие, если тебе плохо. Это естественно. А вот порадоваться за успехи друга… Другого человека. Вот это очень важный показатель. Достиг ли ты каких-то профессиональных успехов, да? Достиг ли ты материального благополучия? Сможешь ли ты пережить это у своего друга? Вот это показатель дружбы. Если ты радуешься искренне за своего друга, вот это действительно очень важный показатель. Вот мы задались вопросом, насколько понимают эту грань между дружбой и приятельскими отношениями горожане, наши приднестровцы, наш корреспондент отправился на улицу и заодно выяснил, как долго они проводят в социальных сетях и что думают по этому поводу. Давайте посмотрим. Сегодня одноклассники ассоциируются у многих уже не со школой и учителями. В уме мы автоматически к этому слову добавляем «точка.ру». Какие еще социальные сети заполонили жизнь приднестровцев и почему – узнаем прямо сейчас. Вы зарегистрированы в социальных сетях? Да. В каких? В ВКонтакте. И все ли есть еще какие-то учетки? Одноклассники. В ВКонтакте, в Одноклассниках и все. Инстаграм. Как много времени вы проводите в день там? Ну, часик-два. Зашел, пообщался с кем надо и все. А зачем вам вообще в соцсети? Общаться с близкими, с девушкой, с друзьями. В ВКонтакте, Одноклассники? Нет. Никогда не были даже зарегистрированы? Нет, не день. Нет, не интересно. Ну, я не... А, да, да. В каких? В Одноклассниках, дочь меня за... А зачем? Зачем вам нужна страничка в Одноклассниках? Ну, найти Одноклассников. Я не знаю, что такое. Никогда не были в интернете, не сидели? Я не могу переключить телевизор, вы еще про интернер говорите. Нет. В ВКонтакте. В Одноклассниках. В ВКонтакте. И все. Твиттер. Да. Фейсбук. То есть во всех? Во всех. В Одноклассниках. А для чего вам нужны Одноклассники? Ну, просто переписка с друзьями. А как много времени в день вы проводите в Одноклассниках? Не каждый день. В ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбук. В ВКонтакте. В ВКонтакте. Еще есть какие-то? Одноклассники. В Одноклассниках. А зачем? Для чего вам нужны Одноклассники? Ну, общаемся и в Скайпе, и вообще со своими друзьями. Общаемся. Общение, которое здесь и которое далеко от нас. Одноклассники ВКонтакте, Инстаграм. Фейсбук, Твиттер. Да. Одноклассники, ВКонтакт. Фейсбук, Инстаграм. Нет. Там неинтересно. В Одноклассниках. Все? Да. А зачем тебе нужны Одноклассники? Ну, когда, например, не знаешь, домашнее задание что-то взять. Или просто пообщаться. Какие-то новости узнать. А сколько времени в день ты проводишь в сети? Ну, когда как. В выходные я почти не сижу. А в будни у меня вторая смена, я полчасика. А ты под своим настоящим именем сидишь или у тебя псевдоним есть какой-то? Нет. Я под своим настоящим именем. Для чего вам нужны социальные сети? Ну, для работы я общаюсь чаще всего с заказчиками, с людьми. И со своими друзьями, которые живут далеко, тоже общаюсь. Общаться с друзьями. Какие-то новости находите ли вы там или только для общения? Конечно, нахожу. Только новости нахожу. Картинки интересные там. Новости про людей всяких интересных. Ну, для связи с друзьями, родственниками. Как много времени вы проводите в социальных сетях? Ну, достаточно. Меньше, чем полдня. Часа два-три. Для общения, наверное, с людьми. Общаться с людьми, с друзьями, знакомиться. Новости. Смотреть. Свободное времяпровождение. А готовы ли вы с ними расстаться хотя бы на день? Да, конечно. То есть они для вас не столь важны? Ну, раньше, да. Сейчас практически не имеют значения. Общение с друзьями. С близкими, с коллегами, со студентами, с одноклассниками. Со всеми? Со знакомыми. Под своим ли вы именем зарегистрированы или у вас псевдоним? Под своим. Под своим. А никогда не было у вас псевдонимов? Нет. И под своим, и фейковые специи есть. Под своим. Мы под своим, да. Это у молодежи обычно псевдонимы? Да, да, под своим. Псевдонима никогда не было? Нет. Нет. Своим ли вы именем зарегистрированы в социальных сетях или у вас псевдоним какой-то? Под своим, но без фамилии. А почему так? Ну, зачем? Имя хватит, я думаю. Сколько времени вы проводите в соцсетях в день? Ну, полчаса, час и все. 23 часа. Ну, как получится. Да, всегда празднуем. Часа три, четыре. Не больше? Ну, может быть и больше. Всю ночь? Нет, всю ночь нет. Час два. Не больше? Не знаю, я не считала. Ну, каждый день, ну, чаще всего в контакте сижу. Довольно-таки много. Ну, примерно часов сколько? Часов пять, наверное. А сколько времени вы уделяете? Нисколько. Я вот даю, ну, прошу дочь, она там сообщение отправит, одноклассника, мои мужи и все. Много, больше полового дня, если честно. Бывает что, целый день. Как мы могли сейчас наблюдать, последняя респондентка сказала, что в социальных сетях проводят минимум 5-6 часов, а порой и весь день. На ваш взгляд, это нормально? Я понимаю, что это ненормально, но с другой стороны, я понимаю, что в какой-то этап, в какой-то период жизни этот этап, большинство современной молодежи, да в том числе и я, этот этап проходят. Другой вопрос, опять-таки, сколько он длится? Он может длиться, там, месяц, он может длиться годами. Я понимаю, что это ненормально и от этого нужно избавляться. То есть реальное общение, никогда, ну, ничто не сможет заменить реальное общение. Ничего. Но бывают у разных людей, кто там, на самом деле, там, постоянно с телефоном не расстается, кто там, на общине, там, забираются с друзьями в кафе или там на природе, кто с телефонами сидят. Я все чаще понимаю, что шутка про, не шутка, а вот эти вот истории про то, что ставите телефон, выключаете, кто первый берется за телефон, тот расплачивается за всех или еще что-то такое, это как бы суровая реальность, так и нужно делать. Интересный подход. Это уже работало, поэтому. На самом деле, мы сейчас уходим немножко в другую плоскость, от дружбы к виртуальному общению. В виртуальном общении ты не всегда общаешься с друзьями, да, очень часто бывает так, что ты общаешься вообще с людьми, даже, может быть, и незнакомыми. А может быть, даже работа это? Да, совершенно верно. Поэтому то, что человек сидит 6 часов в виртуальной реальности и общается, конечно, это ненормально, потому что возникает вопрос. Есть работа, есть домашние обязанности, да, какие-то. Есть реальное общение с детьми, наверное, если это взрослый человек, у которого есть дети. Когда он все успевает? То есть мы должны понимать, что существует определенный диагностический порог, в отношении которого мы можем говорить, норма это или нет. Если это не мешает повседневной жизнедеятельности, если это не затрагивает интересы других членов семьи, если от этого не страдают те, с кем ты живешь, да, но я уже сказала, не затрагивает интересы семьи, если это не нарушает твоего социального взаимодействия, это самый важный признак, пожалуй, да, то есть ты выбиваешься из реальных социальных связей и переходишь в другую реальность виртуальную. Вот если этого всего нет, то это нормально. Если же мы это наблюдаем, то необходимо срочно задуматься над тем, что, почему, скажем так, мы обращаемся в виртуальную реальность и находимся в большей степени там, нежели в реальности. Потому что людей очень легко туда увлечь, там хорошо, там нет ответственности, там можно вообще придумать многое о себе. Да, кстати, вот такой очень интересный момент мы засранули по поводу того, что придумать. Выставить много фотографий, где ты на фоне машины, на фоне дома. На фоне машины, встреченной на улице просто так, на фоне дома. Да, и своим друзьям показать какой-то. Ну, это на самом деле общий такой момент, что социальные сети, в принципе, виртуальная реальность, она очень даже непредсказуемая, не могу это слово подобрать, но там каждый факт нужно проверять еще больше, чем ты проверяешь его в жизни. С другой стороны, как проверишь? А это уже другой вопрос, это уже вопрос даже не какой-то конкретный, возможно узнать человека через кого-то, возможно узнать какие-то факты, где-то случайно что-то всплывет. Но я точно знаю, что, опять-таки по себе, что любой факт, который ты узнаешь или знаешь только благодаря сети, его нужно перепроверить. В любом случае, как ни крути, потому что обставить можно все так, придумывать все так, потому что очень много людей и много всего в жизни происходит, иногда чем-то не задумываешься случайно или по вседневности просто как бы оно выпадет из головы, хотя потом подумаешь и кажется, что как я это мог не заметить вообще. То есть это любой факт, который ты встречаешь в сети, его нужно перепроверить. Как в принципе в интернете во всем, так и в частности в социальных сетях. Кстати, сталкивались, я лично сталкивалась с таким моментом, и Максим тоже вот за эфиром говорил об этом, что многие друзья бывают случаи, когда меняют полностью имя, фамилию, о себе данные меняют, хотя люди у тебя в списке, ты хорошо знаешь, открываешь новый человек, кто это, для чего это делается. Секундочку, Голи, хорошее слово было сказано, список. Вот мои друзья, которые, мои друзья в Фейсбуке, ВКонтакте, это очень такое слово, но вот список, это как-то вот зацепило вообще слово. А вот того, что бывают такие ситуации, для чего это делается, я как бы думаю, что... Поиск собственной идентичности. Никому не возбраняется назвать себя Бэтменом. Зачеркнуть свою фамилию, имя, убрать ее и написать, что ты Бэтмен, или ты фея, еще какая-то. Или Танюшка просто, да, там, назвать себя, и точки, точки, точки. Никому не возбраняется. Поэтому люди в интернете ищут свою идентичность. Они не могут ее найти другим способом. А ты самый простой путь. Назвать себя таким образом и обнаружить, что ты действительно вот, кем ты являешься по записи под твоей фотографией. Да, или там... Ну, бывает такое, конечно, но мы не знаем реальных целей, почему люди так делают. Да, нужно общаться с человеком. Нужно конкретно проводить либо обследование, не знаю, либо пообщаться с человеком. Я, например, не задумывалась над этим вопросом, почему так происходит. Ну, я еще раз говорю, я могу только ответить, что это поиск своей идентичности. Я тоже думаю, что на самом деле это какие-то как варианты. Может быть, человек старается с помощью социальных сетей, с помощью этого инструмента чего-то достичь, или, я не знаю, как опять-таки найти себя. И это просто очередной инструмент, которым он даже не задумывается об этом, он просто им пользуется и пытается чего-то достичь, чего это уже все-таки каждый отдельный случай с каждым человеком. Я пытался как-то выяснить, для чего это сделано. В итоге понял, что лучше. Принять как есть. Да, так должно быть. Вы знаете, я хотела бы вот здесь все-таки социальные сети защитить. У меня не было тоже ни страниц. Было в одно время в Одноклассниках, потом я убрала эту страницу, потому что было очень много интересующих. Но чем хороша страница, например, на Фейсбуке? Я состою в сообществе, в многих психологических, профессиональных сообществах, и это очень помогает мне обретать не друзей, но единомышленников, профессионалов. Вот в этом плане социальные сети незаменимы. Я знаю, где проводятся конференции, я нашла таких замечательных ученых, профессоров, с которыми я общаюсь, поддерживаю отношения, я узнаю какие-то последние новинки. Вот в этом плане, конечно, социальные сети замечательные. В этом плане можно действительно найти много друзей, в это же время, можем так сказать, тех, кто могут помочь тебе реализовываться в профессиональной деятельности. Да, я абсолютно за, я на социальные сети, что называется, не наезжаю, я абсолютно за, потому что, говорю, по своей даже университетской жизни очень во многом помогало различные мероприятия, поездки делать. Самый лучший способ был. Да, это очень серьезный инструмент, просто как бы все яд, все лекарства, все зависит от дозы. Поэтому, как бы, смотря чем пользоваться, то есть по поводу социальных, по поводу, как сказать, профессиональных сообществ, групп, да, есть, и это на самом деле, просто опять-таки из-за того, что обилие информации огромное, просто огромнейший поток, и нужно выбирать, но если ты вот находишь этот маленький там ручеечек, и вот ты подцепляешься, я случайно одну группу в том же Фейсбуке нашел по телекоммуникациям, а там люди, там директора компаний российских, они выкладывают новости, какие-то мысли свои, которые потом ты через месяц находишь каких-то на профильных форумах, или это случайно было найдено. Вот. Я вот в продолжении темы могу тоже раз, мы приводим примеры из личного опыта, я случайно нашла человека, он с Урала, просто проводила соцопрос, нужно было как раз в университете, мы общаемся вот уже 4 года, то есть для меня фотография вечером, а у нас рассвет, это очень удивительно, интересно, вот честно, не ожидаешь иногда, вот за это огромное спасибо, пожалуй, интернету, что человек где-то на другом конце света, а ты с ним общаешься, поддерживаешь связь. Это вот удивительно. Да, ощущение, когда ты понимаешь, что общаешься с человеком, который находится где-то с другой стороны шарика, это да, тоже не… Первое время, к сожалению, оно не передаваемо, потом как-то, ну, опять-таки дело привычки. Ну, да, это такое интересное ощущение, желаю всем испытать. Вот мне все-таки интересно еще, а многие запрошенные, в том числе и дети, на вопрос, а зачем тебе социальные сети? Все как один отвечают для общения, а вживую общаться тогда зачем? Вот как? Вот может ли… Вот как эти понятия вот совместить? Я все же думаю, что все же правильно именно совмещать их. Я вот, кстати, за собой заметил, мы пару дней назад с девушкой вышли погулять, вечером после работы как-то так, и я в микрорайоне очень много детских площадок, и я почему-то последние пару лет был уверен, что вечером там никого не найти. А если найти, то, может быть, деток маленький с детьми, ой, с родителями. А вот я был удивлен, потому что дети, начиная от лет 5-6, которые еще с родителями, там вплоть до 14 лет они даже в пятки играют на площадках. Ну, как бы я был очень глубоко поражен, потому что как-то вот у меня сложился серьезный стереотип, серьезное мнение, что... Пятки вымерли уже. Что да, как-то, что то, в чему мы давали в свое время очень много времени, что это сейчас уже не играют. А нет, играют, и войнушки, и с палочек. То есть все это есть. Но да, очень нужно все, очень нужно. Очень правильно будет все это уметь совмещать. И вот, пожалуй, это сделать в правильной дозировке, совместить, это будет самое сложное. На самом деле мы в настоящее время можем наблюдать редукцию живого эмоционального общения, редукции, то есть сужения, упрощения, да, в отношении того, что все это общение переходит в интернет. Там проще. Организовать общение в интернете гораздо проще. Там не нужно наряжаться, идти куда-то, что-то говорить, как-то соблюдать этикет, да, что-то доказывать кому-то, да. Там открываешь страницу, и легко и просто организовать свое общение. Никто не видит, в чем ты одет, как ты выглядишь, да. Общайся. Поэтому в настоящее время интернет и все средства связи стали очень легким, доступным способом общения. Шаговая доступность. Я еще раз говорю, да, шаговая доступность. Еще раз говорю, что упрощается процесс общения, и мы еще станем свидетелями упрощения не только, скажем так, это будет не только проблема общения, а вообще проблема развития высших психических функций, потому что в общении, в реальном, живом, в речи, да, в живой участвуют высшие психические функции, логическая память, да, логическое мышление. А тут, ну, речь участвует опять же, воображение, да. А тут все перенесено в такой совершенно другой контекст, и, соответственно, и другое развитие будут получать те, кто будет в большей степени общаться в интернете. По поводу речи и контекста, как раз вот это в точку, потому что интернет, он не передает тех эмоций, которые ты вкладываешь в слово, да, даже в слово, вот не говорю уже о предложениях. Много недоразумений возникает, да, с десентем. Да, тоже слово «хорошо» можно там с разной интонацией сказать, и тут иногда возникают проблемы. Да, да, отлично. Вроде бы, вроде бы... Ты ничего обидного не сказал, да, пошутил, а человек может на тебя обидеться, да? Да, да, да. Это в жизни не всегда узнаешь, ну, как бы в жизни, в реальном общении не всегда, а в социальных, а как бы в рамках переписки, это, конечно, вообще там, даже иногда не догадаешься о том, о чем человек мог подумать. Ну, вот вам совмещать это хорошо, а вот сами что предпочитаете больше, живое общение или вот переписку? Нет, я живое. Если есть возможность, и как бы встретиться, организовать какую-то встречу, выйти куда-то, если есть время, и... Опять-таки, очень много... Если, иногда какие-то есть ли реальные факты, иногда есть ли какие-то притянутые за уши, но я как бы больше предпочитаю, конечно, живое. Ну, ты меня вообще, наверное, спрашиваешь полезно, потому что я все время общаюсь со студентами, с коллегами, с людьми, поэтому, конечно, только живое общение, потому что оно сложное, это общение глаза в глаза, а там глаз нет. Сложное, интересное. Интересное, да. Это как в социальной сети, ну, как бы связь через интернет, это только дополнение. Дополнение иногда из-за невозможности другого, но это все равно, это не основное. И это важно помнить, что одно дополняет другое, оно является основным. Сегодня международный день друзей, виртуальных, настоящих. Я предпочитаю все-таки настоящих, потому что по всей вероятности именно с этой целью был создан этот праздник, все-таки привлечь внимание людей друг к другу, к своим близким людям, которые рядом. Я предлагаю сейчас обратиться к нашим телезрителям и рассказать все-таки, может пожелать что-то в этот день, может своим друзьям пожелать что-то, есть отличная возможность. Я бы, наверное, все-таки рекомендовал всем вспомнить о тех настоящих друзьях, которые у вас есть, и все-таки решить, какие из них настоящие, и понимать, что это не должно быть, как мы уже говорили, это не может быть 50 человек. Это те несколько человек в вашей жизни, которые, правильно сказали, они не у всех бывают. Если у вас есть такие люди, вы их цените. Я полно серьезно говорю, потому что всякое в жизни случается. Моё пожелание будет вспомнить их с настоящих друзей и не забывать о них никогда. Мне бы хотелось отметить, я сегодня утром, когда ехала на работу, в машине радио переключаю с одной волны на другую. Вы знаете, на всех радиостанциях говорили именно об этом дне, что сегодня день друзей. Все обсуждали, просили звонить в студию, рассказывать о своих друзьях. И мне показалось, это очень замечательная идея, потому что в наше время в нестабильной социальной, экономической, политической ситуации очень важно, что люди вспоминают о такой важной ценности, как дружба. Потому что это действительно высшая ценность. Наряду с другими ценностями входит в высшие ценности человека. И величайший мыслитель своего времени, Аристосель, когда-то сказал, что дружба есть благо. И среди прочих благ оно образует определённую часть счастья человека. То есть если есть друг настоящий, то человек может себя с полной уверенностью назвать счастливым. Поэтому я желаю нашим телезрителям обретения настоящих друзей, тех, из-за которых они будут переживать часто ощущение счастья. Потому что когда есть друг, это значит, что ты в этом мире не один, а страх, экзистенциальный страх, то есть внутренний, связанный со смыслением жизни, страх о том, что человек один, он всегда у нас есть, он всегда присутствует. Поэтому мы и ищем этих друзей, из-за которых нам было бы не так страшно. И благодаря которым мы могли бы преодолеть этот экзистенциальный страх. Поэтому я всем желаю настоящих друзей. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Надеюсь, у каждого из вас есть такие друзья. У меня, по крайней мере, точно есть. И я очень рада и благодарна этим людям. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. С вами была программа «Вовремя. Итоги». Берегите своих друзей. И всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...